Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава Евангелия от Иоанна для библейского портала экзегет. Я читаю свой перевод с комментариями небольшими. До сих пор это была такая скорее галерея портретов, разное отношение к его проповеди, к чудесам, которые творит Иисус. И вот здесь появляется немножко новая тема. А кто он вообще такой? Не то, чтобы она совсем впервые появилась, но в седьмой главе она вставит в полный рост. И еще Иоанна изображает Иисуса таким постоянно странником. То есть он переходит из одного места в другое. В другое причем это связано с тем, что его хотят убить, с тем, что его не принимают. После этих событий Иисус странствовал по Галилее, а по Иудеи ходить не хотел, ведь иудеи собирались его убить. Приближался иудейский праздник шалашей, но кущи или суккот на еврейском языке, то есть праздник, в течение которого неделю жили в шалашах для воспоминания о странствиях по пустыне. И вот его братья ему сказали, оставь эти края, отправляйся в Иудею, пусть и твои ученики увидят дела, которые ты творишь. Не бывает так, чтобы человек скрывал свои дела и при этом искал известности. Даже его братья в него не верили. Ну как же не верили? Они же его отправляют творить чудеса. Но в этом есть какое-то вот такое настроение. Ну что ты здесь сидишь? Давай уже, вот там куча народу, вот там все тебя увидят, все тебя признают. И вот Иисус им говорит, мой час еще не настал, а вам любой час подходит. Этот мир не может вас отвергать, а меня отвергает, потому что я свидетельствую о нем и обличаю его злые дела. Ступайте на праздник ва, я на этот праздник не пойду, потому что мой час еще не пришел. То есть, как часто бывает, он с самого начала меняет сценарий. Вот вы хотите, чтобы я пошел на праздник, и там всем показал, какой я чудотворец. Нет, этого не будет. Потому что в конечном итоге и это будет такой демонстрацией для мира. Да, вот на показ. Все что угодно, но не на показ. Так он им сказал, и остался сам в Галилее. Но когда его братья отправились на праздник, пошел туда и он, только не явно, а тайно. Интересно, а зачем? Вот никак не мотивируется. Просто для того, чтобы сломать сценарий. Вот я пойду, но не тогда, когда вы хотите, чтобы я пошел. Или есть еще какой-то смысл? Давайте подождем, чуть еще немного прочитаем. Иудеи стали искать его на празднике и расспрашивали, где же он. О нем вообще было много споров среди народа. Одни считали его хорошим человеком, а другие утверждали, что он обманывает толпу. Но открыто о нем никто не говорил о запасении перед иудеями. Ну, тоже, наверное, все понятно. Вот такая противоречивая фигура. И он не хочет вступать в такой яркий конфликт с теми, кто против него, не хочет ободрять тех, кто считает его хорошим человеком. Но он просто остается собой. И вот в середине праздничной недели, а неделя уже праздновалась, Иисус вошел в храм и стал наставлять людей. То есть, собственно, занимается тем, чем он раньше занимался, как будто ничего не происходит. Вот, смотрите, прошли первые дни праздника, когда все думали, придет он, будет ли он что-то делать. Вот когда такое событие должно произойти. А происходит будничная простая жизнь. Иудеи с удивлением говорили, откуда же он так знает Писание, если нигде не учился? И Иисус сказал им в ответ, учение мое не от меня самого, но от того, кто меня послал. Если кто хочет исполнить его волю, то он распознает, от Бога ли мое учение, или я говорю сам от себя. Кто говорит сам от себя, ищет славы себе самому, а кто ищет славы для пославшего его, тот говорит истинно и ничего не искажает. Закон вам дал Моисей, но никто из вас не исполняет закона. Почему вы собираетесь меня убить? Вот, смотрите, отстаивая свое право на учение и защищая себя, он говорит, собственно, об одном, что я исполняю то, что мне поручил отец. И тут же их обвиняет, вы собираетесь меня убить. Столпа отвечала, да ты беснуешься, кто это собирается тебя убить? Ну, вообще-то такие люди были, может быть, действительно далеко не вся толпа, и, ну, эту опасность он с одной стороны видит, а с другой стороны не избегает ее напрямую. Иисус сказал им в ответ, я сделал всего одно дело, которое так вас всех удивило. Ну, я напомню, что это было исцеление в субботу, когда он велел исцеленному взять в свою постель и пойти. Итак, Моисей дал вам заповедь об обрезании, хотя на самом деле она не от Моисея, а от правоцов, и вы совершаете обрезание даже в субботу. Эта заповедь была дана еще Аврааму, но в Моисеевом законе все было более подробно про обрезание расписано. Оно делалось на восьмой день после рождения. Ну, соответственно, если он пришелся на субботу, то все равно. Человеку делает обрезание в субботу, чтобы не нарушить Моисеев закон. А вы гневаетесь на меня за то, что я всего человека сделал в субботу здоровым? Не судите по внешнему виду, принимайте здравые решения. Некоторые русалимлине стали спрашивать, что это его собираются убить? Он говорит прямо перед всеми, никто ему не мешает. Может, наши правители и вправду признали в нем Христа? Но мы же знаем, откуда он, а когда придет Христос, никто не будет знать, откуда он. Есть два варианта. Либо его хотят убить, либо он Христос. Причем это решает кто-то сверху. Либо он лжи-мессия, и тогда должен быть казнен за богохульство, либо он настоящий мессия. Никаких промежуточных вариантов. И главное, что ответственность себя снимают. Вот начальники, как нам скажут, так мы будем себя вести. Иисус тогда наставлял народ в храме, и вот он воскликнул, вы знаете меня и знаете, откуда я. Но я пришел не сам по себе. Есть тот, кто меня послал. Он истинный, но вы его не знаете. А я его знаю, потому что я от него. Я его посланник. То есть они знают, он из Назарета, у него вот мать Мария, вот его родственники, вот его там друзья, вот все, кто его хорошо с детства видел и знает, кто он такой. И, конечно же, он не может быть никаким мессией. Мессия вот с облаком с неба придет, да? А Иисус рассказывает о том, что да, я из этого самого Назарета, да, я там вырос, и все вам это известно, но при этом я могу быть от Отца. И дело не в том, что вы знаете моих родных и близких, а дело в том, что вы видите мои дела. Вот эта зашоренность, да, вот это традиционалистское отношение, когда все, что новое, оно подозрительное, плохое, и вот оно должно быть каким-то совершенно волшебным, чтобы люди в это поверили. Вроде и чудеса видели, а все равно не готовы. Тогда они собрались его схватить, но никто не поднял на него руки, потому что его час еще не пришел. Даже вот при всем этом, хотя они вроде так себя агрессивно ведут, но не они решают. И многие из толпы поверили в него. Они говорили, когда придет Христос, разве сможет он сделать больше знамени, чем уже сделал этот человек? Такой чемпионат по знаменям, да, победитель объявляется Христом. Вот кто он там, что он говорит, это вторично. Вот главное, что происходят какие-то удивительные вещи, все удивляются, все смотрят, и тогда они готовы в нем признать Мессию. Фарисеи услышали, что в народе идут о нем такие приопирательства. Тогда первосвященники вместе с фарисеями, то есть руководители народа, послали стражников, чтобы те его схватили. Иисус на это сказал. Смотрите, толпа никак не может его арестовать, теперь уже стражники, как, собственно, профессионалы этого дела, тоже не смогут. Иисус на это сказал, я с вами еще ненадолго, а потом зайду к тому, кто послал меня. Станете искать меня, но не найдете. А где я буду, туда вы не сможете прийти. Иудеи стали рассуждать между собой. Куда же он собирается отправиться, что мы не сможем его найти? Может, он хочет пойти к иудеям, что живут среди эллинов, чтобы наставлять эллинов, ну, то есть в другие страны, где тоже есть иудейская диаспора. Что он имеет в виду, когда говорит, станете искать меня, но не найдете. А где я буду, туда вы не сможете пойти. Смотрите, он им говорит, по сути, дело одно, я с вами еще недолго, а потом вы не сможете меня найти. Цените время. Я вас учу, но это не навсегда. Вот человеку свойственно думать, что так, как сейчас, так всегда и будет. Ну, конечно, в наши смутные, хлопотные времена, наверное, это вера становится несколько такой вот менее серьезной, но все равно. А они думают, а что он говорит, куда он отправляется. Вот им хочется как бы контролировать ситуацию, проверить. Помните, как когда он после чуда с хлебами оказался на другом берегу Гене-Сарецкого озера, а как это он туда приплыл, да? Какая разница? Но человеку хочется все контролировать. Он пытается остаться во главе всех этих процессов, да? А в последний, самый важный день праздничной недели Иисус поднялся и громко возгласил, кто жаждет, пусть приходит ко мне и пьет. У того, кто верит в меня, как говорит Писание, «Нижнутри потекут реки воды живой». Помните, он говорил самаритянке, что он даст ей воду, которая обернется источником текущим в жизнь вечную. Здесь примерно те же самые слова. И сначала он сказал чужой женщине, из враждебного даже народа, и только потом в храме уже всем своим единоверцам, единоплеменникам. То есть вот не очень важно, кто какое занимает, какое место на этой социальной лестнице, кто в какие группы вхож. Всякий может это услышать. Даже вот самаритянка, которая в храм явно не могла прийти, потому что они почитали Бога у себя на горе Гризим. И вот этот образ «Живая вода» это, конечно, вода из источника. То есть есть вода в колодце, есть вода в водосборнике, но она не очень свежая. А источник – это всегда свежая, прохладная вода, очень приятный в жаркий летний день. Это он сказал о духе, которого примут все, кто поверил в него. Кстати, женщины этого объяснения не было, но она такая простоватая. Вот здесь уже надо разъяснить. Но духа еще у них не было, потому что Иисус еще не был прославлен. То есть это некоторый анонс того, что произойдет после его вознесения. Люди из толпы, слышу эту речь, стали говорить, он воистину пророк. Кажется, ничего не поняли, но впечатлились формой. Другие им отвечали, он Христос, ну, наконец-то, признают его. А третий, неужели Христос придет из Галилеи? Разве в Писании не сказано, что Христос будет из рода Давида и придет из Вифлеема, родного селения Давида? Это пророчество о том, что именно Вифлеем станет местом рождения царя Мессии. Встречается у Второй книги царства, у пророка Михея в пятой главе. Такой раздор произошел в толпе из-за Иисуса. Некоторые люди даже хотели его схватить. А вот эти люди, это прям такая стандартная реакция. Что-то непонятное, главное, схватить, прекратить, арестовать, наказать. Много таких бывает. Но никто так и не поднял на него руки, все-таки как-то рабеют. Вот что-то такое непонятное, чудесное. Что надо делать? С начальством советоваться. Оно виднее, у него пусть голова болит. Когда стражники вернулись к первосвященникам и фарисеям, те их спросили, что же вы его не схватили? Они ответили, никто прежде не говорил так, как этот человек. Ничего не поняли, но впечатлились. Часто это бывает. Нам удается не всегда переубедить другого человека. Но если его хотя бы впечатлить, он может об этом задуматься постепенно. По крайней мере, отказаться от каких-то своих замыслов. В данном случае не стали его хватать, арестовывать. Фарисеи их переспросили, что и вы поддались на его обман? Разве в него поверил кто-то из представителей, исправителей или фарисеев? То есть, ну, пока начальство не дало команды, вообще ничего не должны делать, решать. Нет, только толпа, что не знает закона. Прокляты они. И вот эта фраза, которая очень хорошо показывает их отношение к своему собственному народу. Вот мы здесь элита, мы здесь все знаем, а эти невежды, они ни в чем не разбираются. А почему же они прокляты? Фарисеи их не проклинают. Они считают, что народ, который неизбежно нарушает мелкие правила, да, просто по незнанию, ну, и по небрежности своей, подпадает под проклятие Бога. Вот мы, говорят они, только мы здесь знатоки, только мы чисты, а это все вот плебс, да, а это вот толпа, она под проклятием. Тут говорит им Никодим, тот, кто прежде приходил к Иисусу, сам один из них, помните эту историю про ночную беседу про рождение свыше, Никодим вот пытается как-то защитить, ну, потому что он видит, что все очень плохо складывается. Разве по нашему закону человека судят, прежде чем выслушают и разберутся, что он сделал? Вообще-то ни по какому закону не судят, прежде чем разберутся. А те сказали ему в ответ, ты что, тоже из Галилеи? Разберись и убедись, из Галилеи пророк прийти не может. На этом все разошлись по домам. Самое главное, что Галилея, ну, такая местность на севере, провинциальная, к тому же с большим числом язычников, живущих в этом месте, она, ну, неподходящая, да. Вот приходит кто-то и ведет себя как мессия, творит чудеса, говорит удивительные вещи. Ну, вот можно найти причину, в которой принять и поверить. А можно найти, наоборот, причину или повод, по которому не нужно этого ничего делать. И они ищут второе. Ну, потому что ведь если он мессия, как это хлопотно. Сколько придется всего менять. И вот у них там есть уже все свое, да, они уже свою такую религию сделали. Они, более того, занимают неважное место. И они ощущают себя знатоками, а простой народ проклятыми. И тут приходит кто-то, кто это все может легко перевернуть. Ну, конечно, они не хотят такого допустить. Дальше в 8 главе мы прочитаем один эпизод, который только Иоанн описывает. Причем интересно, что даже в древних рукописях у Иоанна этого эпизода нет. Но он очень удачно сюда вписывается в любом случае. Это будет уже в 8 главе. Субтитры создавал DimaTorzok